Оно отражает три типа энергии в человеческой психике, которые принадлежат душе. Первый тип энергии — это энергия любви. То есть мы не можем жить без любви. И энергия любви по-другому называется энергия счастья. Дело в том, что каждая клетка человека, каждый орган, он питается энергией счастья. И если человек несчастен, то он становится больным. Именно энергией счастья питается наш организм. Некоторые думают, что он питается белками жирами, глиотами. Но уже доказано, что есть люди, которые питаются просто солнцем. Они ничего не кушают много лет. И видите, то есть без жиров, белков, углеводов можно прожить. Но без солнца нельзя прожить. Потому что солнце — это истинная гель пи. Ра, дасть. Ра — это солнце на многих языках. На санскрите также, на треи музыки. Ра — это солнце. А дасть означает давать, дарить. Солнце, ты посмотри, какое солнце в душе нет. Солнце, оно дает свое тепло у тебя и мне. Солнце, дарить солнце, как весенние цветы. И станет на земле еще светлее. И так, видите, эта песня наполнена энергией любви. То есть дарить солнце, как весенние цветы. Потому что цветы, если взять растение, то вот эти вот лепесточки означают энергию любви в растении. Когда распускается цветок, то это энергия любви. И когда мы, любимые друзья, повесительные цветы на шее, это означает их любовь. Это древняя культура. Это указывает на любовь. И так, как женщина, она несет в основном энергию любви человечеству. Поэтому ей дарят цветы. И так же можно подарить цветы любому человеку. Мне подарили цветы с надеждой, что я тоже буду дарить любовь. Потому что без любви невозможно передать знания. И это утверждает, что если ты хочешь, чтобы человек понял, то нужно знания преподносить с любовью. Если любви нет в знании, то оно не принимается разумом. Таким образом, любовь является основой жизни. Мы не можем жить без любви. Жить без любви, без любви не могут люди. Час без любви, без любви пропадший час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. То есть, любовь означает то, что мы любим. Это уже более глубокое понимание. Потому что на самом деле надо понять, что в основном мы хотим пользоваться энергией любви. И даже наш организм, он хочет любви. То есть, психика хочет любви. Мы хотим любви всегда. Мы хотим любви. Мы не можем жить без любви. Если я, допустим, сейчас буду читать лекцию без любви, то все не придет к нас в следующий лекции. То есть, человек не может жить без любви. Но проблема заключается в том, что чаще всего мы не понимаем до конца, что такое любовь. Потому что, если сейчас спросить у человека, что такое любовь, то в основном люди будут говорить, что любовь – это когда хорошо, когда и на душе не скучай, и на светло, и не скучай, и на веселье идут. Ну, то есть, любовь – это когда счастье, наступает счастье. И это означает любовь. Но это не так. Любовь означает служение. Служение. Потому что, если никто не будет служить, то не будет любви. Мы не знаем, что Солнце – это не просто планета. Там есть… Ну, если просто взять огонь, он все разрушает. Но Солнце дает жизнь. То есть, птицы поют, когда Солнце восходит. Берегия распускаются, все растет. Это означает, что там присутствуют энергии любви. Энергии любви не может быть неодушевленным. Поэтому в древней культуре объясняется, что даже планета Земля имеет психическое тело. Она тоже одушевленная. Если человек относится к ней как к матери к Земле, то тогда он взаимодействует тоже с своей силой, которая дает здоровье, дает любовь. То есть, если, допустим, мы полезем, идем просто на работу, полезем, можно опять не каждый день полезть на работу. Но если мы по лесу идем и радуемся лесу, тогда мы получаем силы жить. Но для этого надо сначала что сделать? Надо начать служить. Обратить на лес внимание. Мы приезжаем в лес, начинаем там… Чем заниматься? Костер разбили, шашлыки пожарили, поедут в телевизор посмотрели, уехали. Но то же самое мы делаем дома. Но если просто служить лесу, приехать, допустим, деревья вскопать – это аскеза. Приехать в лес и что-то сделать для леса – это аскеза. В основном все приезжают в лес, чтобы что-то у него взять. Все бегают как сумасшедшие и что-то ищут по нему. Ну, что-то взять в лесу. Но если мы приезжаем в лес и что-то ему даем, словно на лавочке включается в лес. То есть мы должны поделиться улыбкой у своей, поделиться. И она к тебе и раз еще вернется. Поделиться одной этой аскезой. Поделиться этой аскезой. И в этой аскезе суть самой проблемы. Потому что в нашем психическом теле есть несколько составляющих. Они играют все разные роли. Так, например, психическая энергия ума, она питается счастьем. И полный птиц организм. Это называется тонкое тело ума на санскрите. Линда-жа-ривен или тонкое тело, манас, ум. Ну, то есть тонкое тело питает, грукое тело, все клетки организма питаются с помощью психической энергии и живут с помощью нее. И тонкое тело ума это особь нашей психической структуры, основанной. Поэтому в самом нашем существовании заложено, что мы должны питаться энергией людей, энергии счастья. У нас также есть еще одна психическая структура, которая называется эгоизм или чувство собственного стояства или ощущение себя как личности. Это разные понимания одной и той же структуры. И этот эгоизм, он живет в тонком теле, в психическом, и также живет в духовном теле. Можно понимать себя как душу, а можно понимать себя как личность, живущая в этом мире. Когда мы понимаем себя как личность, живущая в этом мире, это эгоизм, связанный с тонким телом. Его еще называют ложным эгоизмом. Потому что это не истинное понимание себя как личности. Я на самом деле не тонкое и не грубое тело, я душа. Именно душа обладает энергией любви. В том том теле и другом теле энергия любви просто проявляется, она там действует. Но мы себя реально ощущаем как личностью, находясь в том том теле. Вот это ощущение себя как личности, психическое, психическое ощущение себя как личности, всегда хочет кушать любовь. И с этим мы должны согласиться. Без этого невозможно жить. Наши родственники, все дети, родственники, все хотят кушать нашу любовь. И без этого они не могут жить. Поэтому существует правило в этом мире. Что нужно для мужчины и что нужно для женщины, чтобы человек просто жил в семье. Семейная жизнь. Семья означает любовь. Потому что есть еще работа, там деловые отношения. Это отношения долгие. Они могут быть сухими, но в семье сухих отношений быть не может. Потому что же семья основана на любви. Там человек отдыхает, он там получает счастье. Там должен восстанавливаться. Есть еще истинное эго или эго души. Вот это истинное эго души продуцирует энергию любви. Но для того, чтобы начать продуцировать энергию любви, нужно переключиться на духовную платформу. А это очень трудно. Это означает жертвовать собой. Часто мне кажется, что любить друг друга это очень просто. Но на самом деле, если глубоко изучать эту тему, можно увидеть, что ощущение любви мужчины и ощущение любви женщины противоположны. Например, то, что женщине кажется любовью для мужчины, это аскеза. А то, что мужчине кажется любовью для женщины аскеза. Например, женщине хочется любить очень нежно, тактично, аккуратно общаясь. Нежные такие отношения, мягкие, такие нежные. Но мужчине очень трудно с женщиной общаться тактично, нежно, аккуратно. Потому что мужчина, он не такой вот тактичный, нежный, аккуратный. Никому этого не хватает. Ему это очень трудно делать. Для мужчины же любовь означает подчинение. Означает, что если со мной согласна, значит, ты меня любишь. а если не согласна, значит, ты не любишь. Ну, я просто говорю, конечно, бывает и так к другому, но в целом, вот так мужчина, как бы, ну, как определить, что женщина любит. Даже вот, когда девушка округляется, у нее меняется лицо. Знаете, каким оно становится? Оно становится вот таким. Ну, это означает, пока оно вещь. Подчиненный. Он совсем согласен. Совсем не согласен. Я так передаю, но это не любим мужчинам. Мужчинам смотрят, совсем согласен. Значит, любит. Мужчина же, когда он любит, он становится очень тактичным. Он очень деликатно любит себя с женщинами, с девушками. Но это не его природа, будет деликатно. Женщины думают, вот мне нравятся такие мужчины, очень деликатные, мягкие, такие нежные. Ну, тогда выходи за девушку, за муж. Потому что таких нет мужчин, деликатных, мягких, нежных. Арионий науку. Арионий науку. Мужчина, они по природе, хотят преодолевать трудности, сражаться, побеждать в этой природе. Женщины природы очень тюрьки, тактичные, нежные, деликатные. Когда человек является, он просто отражает ту природу, которую он любил. Любился, потому что дубленность означает копирует, означает отражает. Допустим, когда мы берем собачку домой, то вы можете заметить, что вы становитесь похожи на эту собачку через некоторое время. А собачка становится похожей на вас. Можете поставить несколько хозяев и несколько собачек. Можно их перенешать, но все равно понятно, чья собачка такого хозяина, потому что они чем-то похожи, вот мы друг. Этого похожества называется Бхава на санскрике. Бхава означает, что у тебя что-то исходит, и это передается другому человеку в виде эмоций, настроения. Вот это и есть энергия любви. Она меняет человека. Если, допустим, вы излучаете любовь на меня, то я меняю в соответствии с вами. Я становлюсь тыкниже, как вы, и потом отражаю столько же. Если люди очень сильно влюбились, то они так сильно друг друга отражают, что мужчина становится, как женщина, очень деликатным, нежным, мягким, а женщина становится, как мужчина, подчиненная. Вот где вы вообще видели подчиненных женщин? Вот где бывают вообще подчиненные женщины? И это говорится, что 40 мужиков могут в одной комнате спокойно жить вместе. Равная всемирно есть, разойтись. Это мужская энергия. Но женщина из своей природы подчиненная. Две женщины в одной комнате очень трудно жить. Практически невозможно. Женщины подчиненные. Но если женщина кого-то подчиняется, она сразу подчиняется. Почему? Потому что это мужская энергия. Энергия подчинения. Мужчины как отношения строят? Кто-то старший, кто-то младший. Один подчиняется другому. Но у женщин нет старшей и младшей. У них есть любящая и любимая. Вот допустим, есть мама, есть дочка. когда дочка подчиняется маме, когда дочка любит маму, тогда она ей подчиняется. А если не любит, то не подчиняется. Но мужчина это не вопрос любви, это вопрос уважения, совсем другая энергетика действует. Видите, мы все разные, все по-разному. И как нам быть гармоничными друг с другом? Невозможно. Если мы требуем любовь, все начинается раздорно. Неверность начинается не тогда, когда кто-то блеснул улыбкой перед лицом на его мужа. Красивая и смелая на ногу перешла, черешней скороспелою любовь ее была. Нет, и так начинается смена. измена начинается с наших отношений. Она начинается с того, что мы не знаем, просто не знаем, у нас нет знания. Что любовь означает служение. Это не означает ожидание чего-то к себе. Ты когда будешь не улыбаться, почему приходишь домой серьезный, не можешь со мной поговорить, нежно, подобранно, цветочки не приносишь. Я говорю, приходи нежно, подобранно, все, если ты мне приготовила, покушать, когда я пришел. улыбнулась, что-то обняла бы меня, что-то вас сказало. Что я сейчас рассказываю? Я сейчас на сцене рассказываю начало скандала. Потому что все скандалы с среды жизни начинаются одинаково, с требованиями энергии людей. Или бывают такие скандалы, когда, допустим, женщина говорит, почему ты не даешь невозможности тебе заботиться о тебе, целовать, обнимать, почему ты не даешь такой возможности? Он говорит, нет, я сам хочу тебе заботиться о тебе. Такие скандалы будут, они потом тарелки начинают быть. Понимаете какие скандалы? я не хочу тебя любить. Такие скандалы бывают, нет? Нет, в основном скандалы бывают другими. Мы требуем энергии людей. Но почему близкий человек не может дать ему энергии любви? А потому что ему самого не хватает. И когда кому-то из близких, из родственников не хватает энергии любви, то всегда начинаются страдания, которые приводят к скандалу. Потому что между двумя людьми существует определенная нить, связь. По этой нитью вытекает энергия счастья. Вот например ребенок заболел, мать тревожится. Что такое тревожится? Означает вытекает энергия счастья. У меня было определенное количество счастья. не было хорошо, заболел его ребенок, не стало хуже. Почему? Потому что эта энергия счастья начала перетекать к ребенку. И что значит тревожиться? тревожиться это означает нежелатель отдавать энергию счастья. Потому что на самом деле когда мать желает отдавать энергию счастья, начинает не тревожиться, а совершать аскезу. Многие даже не знают, что это такое. Как совершать аскезу, рождающую энергии любви? А эта аскеза совершается очень просто. Надо взять изображение святого человека или святого места или святой реки. Что такое святость? Святость что такое? Свет. Слово свет происходит, да? Святость, свет. Что значит свет? Свет означает нежелепить. Нам не нужен другой свет? Или это свет тональный для святости? Почему не рисует надвигом святого человека? что от него исходит энергии любви? Или у него электрическая энергия? У него энергия любви, поэтому он считается святым, он помогает всем. У него очень много, и поэтому всем хорошо становится. Энергия любви так действует, что она лишает человека страдания. Мне хорошо с тобой, и снегопад, и дождик проливной. И человек не замечает, и дождик, снега, все, энергия любви, сделала его счастливым, и у него нет проблем, у него нет страдания. Или мы можем служить этой энергии природы, и тогда не будет страданий. у природы нет плохой природы, каждая погода только та, каждое явление природы надо благодарно принимать. Ну, что значит благодарно принимать? Это значит любить этот мир, природу, начать любить, принимать эту природу, и тогда ты уже не страдаешь от снега, от холода, от жары, ни от чего, потому что ты что делаешь? служишь природе, отдалешь ей. Витя, мне хорошо с тобой сникопат с дождик проявлено, но это одна песня, которую мы все хотим. Это та песня, которую мы все хотим. И в этой песне уже заложен скандал с самого начала. И разрушение нашей семьи, и развод в ней тоже заложен. Почему? Потому что этого желания любви у нас очень много. Мы хотим, хотим, энергию любви. И не понимаем, что бывают родственники могут нам ее дать, а бывают, что они не могут, они спрадают. А между нами есть связь, через которую перетекает эту энергию любви, каким мы этого и не и не энергию любви. И если человек не настраивается на святость, на высшее, на чистое, на возвышенное, если он не смотрит на природу, как на благодать, в которой надо служить, если он не вскапывает в деревьях, если он не заботится о птицах, не кормит птиц, если он не уважает солнце, а просто пользуется и подставляет одно место. Вот. Чтобы ну можно же поклониться солнцу, грею, природе, с любовью относиться ко всему, что Бог мудрал. А можно пользоваться просто. Это разные вещи. У меня есть одна сестра, укрест ла-юрдная. Они им было по 5 лет, они сидели возле телевизора, увидели одну и ту же курочку, которая лежала на тарелочке. И одна заплакала, двое сестерка заплакала и сказала, я люблю курочку, мне жалко курочку. А вторая моя сестерка сказала, я люблю курочку. Это одна этажа энергии любви, но действует по-разному. Одна энергия любви хочет, чтобы курочка жила, а другая хочет ее использовать. Мне хорошо с тобой. Чувствуете, чем пахивает это все? Ну, это такое, как бы, может быть, немножко утреированное сравнение, но разводы отца этого начинаются. Они начинаются с того, что у нас нет знаний. У души есть три аспекта, три энергии. Есть энергия любви, которая не функционирует без энергии знаний. это второй аспект. Нужно еще знаний. Мы уже спели, жить без любви не могут любить, да? А еще другая песня есть. Ну, что сказать, ну, что сказать, устроены, как люди желают, знак желает знать, желает знать, что будет. То есть мы не можем жить без энергии знаний, а много знать. Вот если человек находится в стрессе, почему он не спит? Вот если разобраться, почему он не спит? Что он делает ночью, когда не спит? Он хочет заснуть, не может. Чего делает? Он хочет понять, как жить, с этим разобраться, с этим справиться, он хочет знать. И какие то разные естин preguntas. Чего он хочет? Почему он не спит? Он хочет понять, разобраться, «Я не могу тебя забыть, но как мне быть?» Хочешь понять, как дальше жить? У него шел близкий человек. Знание говорит о том, что у нас очень много в нашей жизни желаний любви и очень мало желаний отдавательной великой. И в этом противоречии заключены все страдания человеческой жизни. Кто такой святой человек? Святой человек – это тот, который никогда не хочет идти к себе. Он всегда ее хочет только отдавать. Этот человек называется святым. И кто такой Бог? Бог – это тот, кто живет в сердце каждого человека. Но вы не знаете об этом. Веда объясняет, что все виды энергии, которые существуют у нас в жизни, поступают от высшей личности, которая также живет в сердце. В Ведах объясняется, что в сердце есть две души. Одна – это я, а вторая называется сверхдуша, которую мы не видим. Я могу сейчас легко доказать, что тело управляется не мной. Эти термиты легко докажут, что я не управляю этой системой, в которой я живу. Я не управляю. Очень легко доказывается. Смотрите. Мы берем уши. Что-то, да? Раз. Съели. Вы дальше контролируете, как это все усваивается по клеточкам там. Кто знает, как там все это усваивается? Кто это видит, контролирует, кто поднимете руки? Кто из вас это контролирует? Мы съели все. Потом в какой-то момент нам доложили. Доложили. Хорошо, если не на лекции. Что пора выпускать наружу то, что съедет. Причем идет требование изнутри очень жесткое. Надо быстрее. Кто требует – непонятно. Мы не знаем его, кто это все делал. Мы с ними знакомы. Он нам служит абсолютно бесконечно, не выдавая себя. Теперь сразу возникает вопрос. А почему мы не знаем, кто управляет телом? Какой ответ? Какой ответ? А потому что мы не достойны этого знания. Мы не достойны этой личности, которая любит нас, даже не выдавая себя. Она дает нам жизнь, дает нам все. Вот кто из вас, допустим, не замужем и, как бы, просил мужа от них. Вы одна были, да? И просили мужа от нами. Вы говорили – я хочу замуж. Но вы кому говорили? Никого же не было вокруг. И вы уверены, что если вы так сказали, значит, это должно быть рассмотрено в ближайшее время? Так ведь мы, когда что-то просим в жизни, то мы верим, что если я уже так вот попросил, то уже, ну что, ну все, уже пора, сколько можно. Но мы не знаем, что человек не может сам с собой разговаривать. Есть объект, к которому мы обращаемся, он находится внутри нас. Его называют голос совести, его называют счастьем внутри также. Изнутри счастье неожиданное, где выходит вот отсюда и сердце. Там есть личность, у нас у каждого одна и ваша личность, представительство ее есть в каждом сердце. Ну, сердце означает вот это пространство, в котором живет душа, не означает вот этот мешок мясистый, который исключил. Нет, это тонкая энергия сердца. А есть еще духовная энергия. Итак, есть источник любви. Из два типа людей, одни из них настроены внутрь. Внутрь – это не означает, как проверка, вот такие люди, которые… «Вася, ты слышишь меня?» «Ну да». «А чего я не реагирую?» «Реагирую». Это… Это… Ну, как бы… Это… Да… Тоже, как бы… Это… Психология называется инкроверка, да? Я говорю не об этом сейчас. Внутренняя жизнь или внутреннее сознание означает, что человек продуцирует энергию любви изнутри. Например, у нас постоянно внутри звучит одна и та же песня. Мы можем знать это, можем не знать. Я хочу счастья, я хочу счастья, я хочу счастья. Когда человек повторяет «Я желаю всем счастья», то в этот момент он контактирует с источником любви. И вот когда человек контактирует с источником любви, вот тогда у него наступает нормальная жизнь. Потому что почему мы разочаровываемся в этой жизни, в этом мире? Почему мы разочаровываемся во всем? Причина заключается в том, что мы ждали, когда придет любовь. В этом ожидании пришла вся жизнь. Есть в песне эти ожидания, в песне новости, в песне ожидания. Самая лучшая песня не спела, самая лучшая, верю, в песне все еще впереди. Все еще впереди, все еще впереди, человек верит, что все будет впереди, все еще придет, все впереди. Это, понимаем, ожидание любви. Молодость всегда ждет любви, она оптимистична своим ожиданиям любви. Старость, старость означает не дождался. Но есть люди в возрасте, но они не стали. Почему? Молодое тело излучает энергию людей. Молодое тело излучает энергию людей. Поэтому молодежь развлекается жизнью. Хорошо жить, потому что энергии людей хватает, тело еще на полную энергию любви. Можно жить классно, проблем нет. Но когда тело со всей энергией любви, в нем становится меньше. Но есть старые люди, а есть мудрые. Мудрые люди не стали. Почему? Потому что они уже научились служить. Не жить, а служить. Это тоже жить, но только по-другому. В основном люди просто хотят любви. Это называется жить. Но служить означает другую жизнь, когда ты постоянно заставляешь себя делать что-то. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Что такое молитва? Это тоже продуцирование энергии любви. Или поклонение. Поклонение святому человеку, святой реке, святой земле. Поклонение тем, кто сражались за Родину. Это тоже поклонение. Поклонение бабушке, которая была очень хорошим человеком. Моя бабушка любимая. Я ее люблю. Означает поклоняюсь. И она мне уже ничего не даст. Она только у меня на фотографии осталась. Паники. Но это любовь настоящая. Или человек бросил меня, допустим. И мне очень горно. Но я простил этому человеку. И у меня светлая память о нем только осталась. Я помню только хорошее. Это называется любовь. Все остальное это просто игра любовь. Это попытки ее использовать. Как только мы начинаем использовать энергии любви, любовь заканчивается. Любовь начинается там, где есть только служение. И заканчивается там, где есть потребность в ней. Но потребность в ней живет в жизни каждого человека. Мы не можем сейчас прийти домой и сказать. Все, мой дорогой Олег Геннадьевич сказал, что то, что ты меня просишь готовить, стирать и убирать. А это не любовь. Мы не можем так сказать, потому что мы не можем обвинять близких людей в том, что они хотят любви. Мы нищие в этом мире. Мы нуждаемся в любви. Но если мы понимаем, что сама нужда по себе разрушает нашу жизнь, Сама нужда разрушает нашу жизнь, значит, мы разрушаем также свою семью. Если увидите, что вы приходите домой и у вас напряженная атмосфера, вы не можете улыбаться друг другу. Вам тяжело рядом. Вам хочется быть в разных комнатах. Вам трудно разговаривать друг с другом. Даже если вы не ругаетесь вместе. Это значит только одно, что у вас желание любви очень сильное, а желание отдавать любовь очень слабое. У обоих. Двойка. А центр двойка. Потому что если вы... Ну, двойка означает плохо. С разной центр. Потому что если бы вы начали с себя, а не с близкого человека, и начали просто продуцировать энергию любви, она не берется ни из ниоткуда. Она берется от тех, кто такие. Вот от солнца можно брать энергию любви, оно всегда светит. Он никогда не просит назад. Но не является черной горой. И черной горой вселенной все пожирает. Солнце всегда отдает. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди. Дорогой добра. Иди за дорогой добра. Иди за дорогой добра. Означает светить всегда, светить везде, до дни последних донцев. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Дорога добра означает отдавать. Но эта дорога астетична. И у нас нечего отдавать не нищие. Вот где у нас любовь? У нас нет любви. Допустим, я прихожу домой, и там все опять то же самое. Они меня все донучили уже. Мы уже много лет вместе живем. Я его знаю, кто кого принял. Переводится? Спасибо. Я извиняюсь за свой язык. Итак. Энергия любви берется от святости. Она не может ни из ниоткуда возьмем. Вот сегодня у меня хорошее настроение. А вчера вдруг плохое. Почему плохое настроение? Попадает на ноги любви. Почему хорошее? Попадает на ноги любви. Но откуда мы не знаем, откуда наберется хорошее настроение? Веды говорят, что у нас вокруг души, вот здесь душа, вокруг души есть такая зона, такой шарик, который настраивается на разные энергии. И его настроение на какую-то энергию всегда зависит от того, что мы делали в прошлом. Если я в прошлом совершил какой-то хороший поступок и пришло время мне среагировать над него, называется закон Карми, я вам сейчас объясняю. То вот этот шарик или глубинная память о прошлых поступках загорается радостью и любовью. То есть мы из всего мира отсюда начинаем принимать любовь к нему. И тогда мне становится хорошо, у меня хорошее настроение. Потому что я что-то бескорыстное в прошлом сделал. То есть я в прошлом когда-то заставил себя жить для других. И это возвращается назад. Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется. Так действует аквантарно. Не раз еще вернется. Но также, если ты делаешь какой-то плохой поступок, плохой означает насильно забираешь энергию любви. Можно забирать жизнь у человека насильно, деньги, настроение хорошее, испортить ему и так далее. Если ты агрессивно себя ведешь, насильно забираешь энергию любви, то тогда ты плохой человек. И тогда тебе возвращается плохое настроение, нехватка энергии любви. Китай у нас бывает хорошее настроение, что бывает плохое. Но это не значит, что я хороший или плохой сейчас. Это зависит от того, что я раньше делал. Раньше. Раньше. Если не говорить о сейчас, то надо сейчас прямо делать что-то хорошее. Поэтому во всем мире все разумные люди рано утром, когда утро – это время любви, запомните. Утро – это время продуцировать любовь, а вечер – это время ее отдавать. Утро – это время, когда все молятся, потому что утренняя атмосфера очень чиста. И очень легко вспомнить святость, чистоту. Как наполнить свою энергию любви, которую потом надо отдавать. Если у человека нет веры в жизни, он ни во что не верит, ему нечего отдавать. Вот как вы представите себе неверующего человека? Счастливы? Потому что энергия любви входит в человека через веру. Даже если взять влюбленность между мужчиной и женщиной, она начинается через веру. Надо верить в человека. Как можно полюбить человека и не верить в него? Когда мы любим кого-то, мы видим только хороший огнем. Мы не можем видеть плохое. Если что-то видеть плохое, у народа не это играет всего. Значит, любовь закончилась. Любовь изначально видит хорошая. «Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ». «И не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка». Человек пытается показать свою красоту. Когда он хочет что-то его полюбить, он пытается показать себя с лучшей стороны. Означает душевные качества. Есть качества нашей судьбы. Я могу быть жадным, гневливым и так далее. Это качество судьбы, души судьбы. Но душа не может быть жадной и гневливой. Она соткана из красоты, душа. И если я увидел в вас что-то хорошее, значит, я увидел отбив души. И это означает любить. Пытаться видеть что-то хорошее. Это аскезы. Потому что голоса протосается всегда, что это плохое. Кто такой святой человек? Это тот, кто совершает аскезы постоянно. Он видит в людях только хорошее и все. И больше ничего хотеть видеть не хочет, не желает. Это значит, что этот человек наполнен знанием. В чем заключается знание? Знание заключается в том, что суть любого человека, даже бандита, наркомана, тунеядца, бездельника, злобника какого-то, злостного человека, развратника. Суть этого человека только хорошего. Любого человека только хорошего. Суть. Потому что душа соткана только из хорошего. И нет плохого. А человек — это душа. И почему? Одни могут видеть в нем хорошее и могут исправить этот человек, поставить на истинный путь. А другие не могут. Потому что у одних больше энергии любви, а у других меньше. В этом только разница между людьми. Энергия любви продуцируется знанием. Проблема заключается в том, что этот мир так устроен, в котором мы живем, что он отправит нас на эгоизм. Так устроен этот мир. Ну, пусть мы выходим на улицу, смотрим на деревья, на цветы. У нас рождается желание служить? Нет. У нас желание рождается желание наслаждаться всеми. Мы хотим пользоваться этими. Когда мужчина на девушку смотрит, что у него рождается, желание обладает. Девушка, когда видит мужчину, который обратил на нее внимание, что у нее рождается, так же желание обладает. Видите, мы этот мир так устроим, что когда мы видим что-то хорошее, у нас появляется желание обладает. Вот не дай Бог, я вам покажусь грамотным человеком. Это означает, что в конце лекции вы подойдете ко мне и скажете, что Олег Инна отвечает. Всего лишь один вопрос. В это время вы даете мне энергию любви или забираете мне энергию любви? Как вы думаете? Видите, мы это так устроим. И я тоже думаю, вы, по-моему, быстрее бы эти вопросы закончили. Я тоже хочу забирать свою энергию любви. Видите, это плохо. Но у нас есть что-то хорошее. Иногда люди подходят и говорят, спасибо вам большое. А это означает, что давай. Но проблема даже заключается в том, что если мне так говорят, спасибо вам большое, это же надо еще и принять. Я должен увидеть чистоту в этом человеке и сказать ему, пожалуйста, так, чтобы он увидел, что я услышал ее. Это не просто. Видите, аскеза и давать любовь, и по-настоящему правильно принимать, не хватать ее. Пожалуйста, пожалуйста, да. Не хватать любовь, а отдавать назад. Принимаем. Все это аскезы. Наша психика всегда настроена только хватает любовь. И поэтому мы страдаем в любви. Что такое знание? Что такое знание? Знание – это включать в себе желание служить для этой любви. Каждый день. Не включать желание наслаждаться этим миром. Солнце живет. Вот я про солнце вам спел, да? Сейчас буду песни про солнце спать. «Каждый день на земле, каждый час. Солнце бубен играет для нас. И весна наступает за меня, потому что ты любишь меня». Видите, все для меня. Солнце для нас бубен играет. И весна тоже наступает за меня, потому что ты любишь меня. Видите, все для меня. То есть в этом заключается проблема. Но это необходимость. Не надо это воспринимать как враждебность. Допустим, смотрите, если касается меня, то я должен учиться служить близкому человеку и просто отдавать любовь, хоть это и кажется унижением. Вот на самом деле ощущение, что я отдаю любовь, не возникает, когда я это делаю. Вот в этом и заключается интересный момент. Потому что, когда я отдаю любовь, что в это время происходит? Близкий человек что с ней делает? Несчадно ее поедает. У нас нет квалификации обмениваться любовью. И поэтому просто отдавать любовь в черную дыру – это тоже любовь. Так начинается служение в семье. Девушка, которая готовит с любовью, может покушать. Он что делает? Кушает. И не обращает на нее никакого внимания в это время. Это обмен любовью или нет? Обмен? Обмен? Нет. Обмен означает кушать еще больше давать. Он одну ложечку положил в рот. Очень вкусно. Три раз заказал – очень вкусно, потом еще одну ложечку положил. И вот так он ест, и он наслаждает жену любовью. «Ой, какая вкусная пища, я не могу больше уйти. Мне даже страшно брать еще одну ложечку. Так вкусно вообще!» Здорово, да? Хотелось бы готовить ему каждый день, так? Видите, семейная жизнь подразумевает, что наши любовь будут есть. И есть нещадные. Это значит, что будут признаки корысти близких людей. Почему? Потому что мы несовершенны. Если бы я жил с святым человеком, тогда не было бы признаков корысти, но всегда мужчина эксплуатировал женщину в отношениях, а женщина – мужчину. Причем всегда мужчине кажется, что он только отдает, а его эксплуатируют, и женщине кажется то же самое. Причина, почему так кажется, заключается в том, что когда мы принимаем любовь, мы это принимаем как само собой разумеющимся. А когда мы отдаем любовь, это всегда аскеза. Причем аскеза непосильная. Ну, представьте, вы жена такого, строгого такого человека, который не сильно пришает на вас внимания. Вам надо с ним вести себя очень нежно и обращать на него всегда внимание. Переменяют женщины к вам вопросы. А обращать внимание – это мужское качество или женское? Женство, конечно, женское. Смотрите, интересно знать, что нам хочется от близкого человека того, чего нам на него нет. Всегда. Почему? Потому что для того, чтобы быть счастливым, надо вложить столько в близкого человека, чтобы пошло назад. Вот женщина в семейной жизни должна столько заботиться о муже, чтобы он наполнился этой энергией заботы, пробило его, чтобы его ложный эгоизм превратился в истинный, чтобы он стал благодарен и чтобы он назад эту заботу всегда отдавал. И внимание, внимание, допустим, это в женское качество. Надо так внимательно относиться к мужу, чтобы он потом в какой-то момент его пробило и он начал назад. Внимательно очень к жене относитесь. «Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встречусь я с тобою». Видите, как бы у мужчины нет сложности там видеть вот такие подробности, какие-то тонкости, но когда он наполняется благодарностью, он очень становится внимательным. Или когда он наполняется вожделением. Видите, есть разница между наполняться благодарностью и та же самая красота. Та же самая красота. Можно восхищаться и есть любовью. И это называется любовь к служению. И можно женским телом наслаждаться. Это называется грех. У нее глаза. Бриллианты три карата. Губы у нее. Не поверите, ребята. Видите, это уже другая песня. Не называют сильное счастье одного у женщин. Так эта песня означает желание съесть женскую красоту, не прославить ее, не быть благодарным, что со мной рядом красивый человек живет. Надо быть благодарным и пользоваться этим все временем. А вот интересно, женщине нравится, что ее фискают или нет? Женщине нравится, когда очень аккуратно, понежно относится к ее телу. Так женщине нравится. А это не нравится. А это не нравится. А это не нравится. Есть же разные варианты относиться к женской теле. То есть, не бывает ребенок, когда очень голодный. И матерей больно, она деда говорит, а бывает она? С тепловью, с тепловью, с тепловью. Той же самой энергией красоты можно относиться по-разному. И почему же тогда эксплуатируют энергию любви вести людей? Причина две. Первая причина – незнание, что так надо делать. Мы не знаем, мы не грамотны, мы не изучали эту тему. И вторая причина – голод. Голод. Ребенок хватает грудь, может и гусить. Почему? Потому что он голодный, он давно не ел. И мне не хватает энергии любви. Можно же кормить просто ребенка без бутылочки. Но хотя бы в это время надо их углавить по голове. Надо им передавать хоть как-то энергии любви, если у вас нет материнского молока. Потому что материнское молоко продуцируется энергией любви женщины. Но у вас, допустим, нет такой возможности, организм болеет и страдает. Почему он болеет? Потому что вам не хватило энергии любви. Энергия любви дает возможность женщине быть женщиной. Почему женщина может забеременеть одна, а другая не может? Потому что в одной хватает энергии любви, в внутренней женской энергии. В другой не хватает. Это уже начинается с самовоспитания. Веда говорится, что женщину нельзя наказывать с помощью физической силы. С ней надо всегда обращаться очень нежно, потому что она особенно из энергии любви. Даже в детстве наказывая ей надо все объяснять, почему я тебе в угол ставлю все, в угол ставлю, и аккуратно поставить угол. Женщине нельзя грубо поступать, даже когда она девочка умнит. Она собственно из энергии. И когда это так воспитывает девочку, у нее все гормональные пульсы работают нормально, она легко вынашивать, рожает ребенка. Потому что если грубо, все энергия грубо работает, у нее не по-женски все работает, значит, начнутся замыкания. Там замкнуло, там замкнуло, там дисфункция, здесь дисфункция. Ничего не вынашивается, ничего не производится. Не хватает энергии. А ты такой холодный, какая здесь жадная. Мужчина не может быть горячей. И это объясняет, что женская половая энергия имеет горячую к ноту, а мужская холодную. Почему мужчина становится горячим? У женщины половая энергия имеет горячую к ноту, а у холодную. Вот женщина одна, ей ничего не надо, такая тихо, спокойно живет, успеет, ей ничего не надо. И все нормально. Она мечтает. Сидит. Мечтает о огненной энергии горячей. Мужчину не мечтать, ему надо. Днем он горячий, мужчина он горячий. Половая энергия холодная. Но когда мужчина находит себе девушку, от нее из половых центров идет горячая энергия. Возбуждает его. В половом плане мужчина хочет обладать женщиной, возбуждается верным женщиной. Огненная энергия женщины пронизывает его. А у женщины возбуждается ум. Она начинает... Беспокоиться, наверное, он меня любит. У нее мысли приходят в беспокойство, она не может себя сконтролировать. Они перемешиваются все мысли. В одну кучу. Она не знает, что делать. Он спрашивает. У меня замуж. Это за меня замуж. Жена. Значит, у нее все перемешано в голове. Он не может соображать это в голове. Значит, то огненной энергии в ней наполнить голову огненной энергии. А он не может с собой совпадать. Он везет, пристает к девушке. Значит, у него половая энергия уже за шкалями. Вот мужики, они друг другу не верят, когда живут, как казалось. Девушки так не живут вместе. Если с девушкой вместе... Вот они могут вместе, на самом деле, девушки жить. Если любят друг друга. И они всегда целуются, обнимаются, когда они вместе. Они такие счастливые. У них очень близкие отношения вместе. Энергия любви зашкаливает у них. Видели такое, чтобы мужчины, допустим, вместе жили... А-а-а-а! Да впервые встретили опять. Сука. Ну, подниматься друг другу. Они ходят там. Раз, причем так. Раз, да. Да. Нормально, нормально. Раз, два. Женщина не так. Ой, хорошая. Я так и буду поделывать. Это как хорошая. Так ведь? Когда рядом женщины. Это горячая энергия. Они горячие, по природу женщины. У них половая энергия горячая. Очень холодная. Они спокойные друг другу. Ну, когда одна красивая девушка заходит и сидят пятьдесят мужиков. Ну, и немножко улыбается. И не надо напрягаться. Что от нее же сбудет энергии. Они все. А-а-а! И меняется прицель. Они становятся другими как раз. Утягиваются. А-а-а. Он с очень умными, такими разрубными, правными. Вот это. Ну, в середине жизни все и не так. Красота степила. Сзади и так наклылкаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Говорит, по мнению, она акробатика. Говорит, где акробатики? Тут сзади не так наповыкаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Видите, каждый день мы поедаем, иногда ты люби друг друга, и постоянно ее становится все меньше и меньше, меньше и меньше. И постепенно в семье наступает такое время, когда просто тошнит друг друга, просто тошнит. Это означает всего лишь одну вещь, что в этой семье никто ни во что не верит. Потому что только вера может раздать любовь, только вера. Вот если люди верят в дом, они строят дом вместе, это хорошо. Вот пока они строят дом вместе, у них счастливая семья. Как только построили, больше верить не нужно, что семья развалилась. Или они на машину зарабатывают вместе, или они на отдых, где-то там на Майами зарабатывают вместе. Какая должна быть вера? Но вера говорят, что это плохая вера, когда мы верим в дом, в отдых, в машину, в детей. Человек должен верить с вятостью. Да, от детей исходит чистая божественная энергия. Вера в детей – это хорошо, но это временная вера. Она не поможет в семью сохранить, потому что если мы живем ранее, в детей и дети подрастают, от них божественная энергия меньше ураста исходит, и энергии любви их меньше исходит. И когда наступает половое сослевание, ребенка неожиданно для всех – бац! И ребенок остывает к родителям. Ему уже нужно любовь испытывать не от родителей. До полового сослевания дети от родителей испытывают любовь, и родители наслаждаются своим родительским чувством. Но после полового сослевания дальше наступает безответная любовь. Родители продолжают любить своих детей, но дети забывают про это. Они ищут теперь любовь уже в другом месте. Видите, эта чистота у ребенка, она не бескорыстная, она не святая. Нельзя в нее верить. Надо знать, что это хорошо, это помогает быть счастливыми, когда появляется ребенок в семье, а сплачивается на время. На время. Но если люди не верят в святость, не верят в Бога, их семейная жизнь обречена на разрушение. Причина заключается в том, что у нас существует такое понятие, такая психическая структура, как ложный эгоизм. Что такое ложный эгоизм? Подать энергию любви. Ложный эгоизм означает ложное представление о себе как Личности, как о том объекте, который должен, мы все врать, и на этой любви. Мы все так себя считаем. Вот, допустим, мы встретили кого-то на улице, и он мне не улыбнулся. Значит, он ко мне плохо относится. Почему мы так считаем? Потому что мы считаем, что все должны нам улыбаться постоянно. Так действует ложное эго. Девушки считают, что все должны радоваться ее красоте. Кто-то, допустим, не обрадоваться, значит, что он меня не видит. Плохо ко мне относится. Есть ли кто же на этом? Вам не связано? Я вас не замочил. Это нормально. Так, смотрите, интересная вещь получается. Что есть такая сила у нас, которая всегда нас сводит в заблуждение и приводит к несчастной любви. У нас живет внутри сила, причем эта сила действует независимо от того, хочу я или нет. Причем, как интересно, она действует. У нас внутри психики существует вот этот шарик вокруг души. Там находится судьба, энергия судьбы. Есть две энергии судьбы. Есть энергия хорошая, несущая любовь, а есть энергия плохая, несущая страдания. Есть возможность отдавать любовь и есть потребность любви. Потребность любви означает страдания. Одни страдания, а то любви. Потребность любви означает страдания. А способность создавать любовь означает счастье. От печали до радости ехать и ехать. Очень трудно от печали до радости добраться. Но от радости до печали вот так вот. Чуть-чуть радуется, потом раз, запечаетесь. Кончилось. Энергия счастья быстро кончается. Наполниться энергии людей очень сложно. Для этого надо переключить свою жизнь в другое русло. Нужно молиться каждый день, желать всем счастья, просить прощения, прощать, не требовать к себе слишком много внимания, слишком много заботы, довольствоваться малым в жизни, не желать ничего лишнего и так далее. Это все означает продуцированный энергии людей. Когда человек так живет, он продуцированный энергии людей постоянно. Их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили вот этот друг. Когда вот этот момент наступает, они все время кажутся, и почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Ниточка, да? Ниточка. Ниточка перетекания энергии и завяжется. Придет к нам любовь. Когда люди влюбляются, то что происходит? Вот я, допустим, если кого-то полюбил, то у него и сердце вот из этой зоны выделяется для меня, для меня, прямо для меня выделяется хорошее судьба. Уважаемый в смысле слова, я у этого человека из сердца вытаскиваю хорошее судьбу. Это происходит реально. На том-то плане это происходит реально. Если я в гармонии выступил с кем-то, то из этого человека сразу выходит хорошая судьба для меня. Это означает гармония на уровне сердца. Я увидел человека и у него изнутри вышла вот эта девушка увидела, у нее изнутри вышла энергия гармонии. Она стала красивой, она расцвела для меня. Вот, для дяди Вася она не расцвела. Ну, чего ты не нашел? Песня «Марка» у нас есть, что есть еще одна, для основного для людей неприятно она, да? Но я в ледушу и все, ничего и все. Я все движу, глаз не отвожу, да? Вроде бы, как бы неприметна она ничему клиенту, но я вижу и все, глаз не отвожу. Почему? Потому что от нее исходит вот эта энергия счастья, из ее сердца выходит эта энергия счастья. Мы вытягиваем энергию счастья. Своим взглядом просто гармонию, гармонию уступаем шокам и из него выходит лишь энергия счастья. Это называется глубинность. Люди влюбляются, они есть безответная любовь, когда один может подтягивать на это решение, а другой не может. Один влюбляется, другой не влюбляется. Не может влюбиться. Называется односторонняя такая любовь, безответная. Надо это знать. Потому что некоторые люди думают, что если мне понравился человек, значит я ему тоже должен понравиться. Ничего подобного. Вот это означает собрание. Бывает так, что один понравился, другой нет. Надо проверить, посмотреть. Не надо сильно чувствовать, давать волю, надо посмотреть. Может быть это не так. для молодых людей сейчас будет. Потому что влюбленность, когда человек уже женился, влюбленность это яд. Когда человек женился, влюбленность это яд. А когда человек еще не женился, влюбленность это подарок. подарок. Видите, влюбленность, что это такое влюбленность? Мы вытягиваем энергию любви до выпуска, это чистая любовь или нет, влюбленность, чистая любовь? Нет. Это очень корыстный вид любви, влюбленность. Мы жаждем счастья. Это очень корыстная любовь. Но даже эту корыстную любовь прославляют во всех песнях, во всех сказаниях. Пусть она вас больше не тревожит, она печалит вас в мочестве. Это как блюдасть, это любовь. Что такое любовь? Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера подсветит меня, темной ночью спасая. Помните песню? Темная ночь Темная ночь Видите, когда настоящая любовь, люди служат постоянно друг другу. И даже когда идет бой, человек не может погибнуть, если сила любви его близкого человека сильнее силы его неудачи. Что такое верность женщины? Вера. Это она настолько продукцирует энергию любви, верит, что все будет хорошо в мужа, что пуля не может коснуться его. Потому что в этом мире все имеет смысл. Нет, кто-то ему случайно убило. Не бывает случайно сверху. Человек не сможет прицелиться в того... Право заканчивается периодом. Человек не может прицелиться в того, кто защищенный Богом. У него прицелы в идет сторону. Понимаете, о чем я говорю? Настоящая любовь, которую мы продуцируем с помощью аскезы, является бесконечной милостью, меняющей судьбу человека. Даже если нам по судьбе не положено иметь хорошую жизнь семейную, такое бывает часто сейчас, если мы продуцируем энергию любви, все эти законы кармы разрушены, потому что любовь выше кармы. Человек может служить Богу, может наполняться энергией святости, отдавать ее и может создать себе такую атмосферу счастливую в семье, что карма не сможет ничего с ним сделать. Ничего. А что такое карма? Означает желательный момент. Часто девушки, которые хотят замуж очень сильно, очень-очень сильно чаще всего замуж не хотят. Потому что очень сильно хотеть замуж означает кушать энергию любви, а не отдавать. Девушки, которые хотят замуж, они тоже хотят замуж, но больше они любят людей, они заботятся обо всех, они дружат, и эта забота видна, она оценивается и ей привлекается. Спасибо. Спасибо.